здравствуйте видно меня я вижу вас а что вы вы если платочек то на деле бы вы наоборот бы лучше выглядели есть слепые совсем вы какие вы нормальная женщина но только платок надо надеть грудь закрыть и у вас хорошо приличный вид будет зачем вы себя стыдитесь а с чего вы взяли что у меня грудь не закрыта да я вижу целая четверть от подпородка вот у меня видите вот посмотрите вот посмотрите грудь я имею ввиду вот грудь это имею и не женские груди а грудь вот она как должна быть воротник должен вот так быть как ошейник воротник воротник он должен вот так быть а не куда-то вниз идти почему потому что это неприлично вы на 2 миллиона 2 миллиарда мусульманок ни одной так не найдете одеты чтобы грудь была открыта вот почему это целомудрие сохранение женщины это ее ценность у меня щитовидка может быть открыта я вам сказал все мы же не спорить собрались что закрыть вы наших женщин видели как они одеты если вас это притыкает я сейчас сделаю как вы хотите но это не значит что завтра я буду также ходить мы дома раздеваемся спать ложимся но на улицу выходим то мы одеваемся в нем к по другому понимаете это образ один раз другой потом навык будет и вот мы смотрим надежда константина крупская стоит с владимиром ильичем на берегу енисея у ней платье волнами идет по снегу а сегодня идет она в одних трусах по городу тоже наде крайности крайности я не люблю но золотая середина существует все таки но я сказал так вы не приняли это ваше дело к этому я уже не возвращаемся может дальше продолжить или мне одеть косынку нет нет это как хотите ваше дело я же говорю что прилично для самосохранения вам я это приму к сведению обязательно обязательно у нас допустим мы строим православную деревню у нас на улицу ни одна девочка без платка не выйдет мы православные если мы смотрим картины сурикова поленова там и все абсолютно показаны как мужчина с бородами женщина в платках так это традиция русского человека пойдет конечно уже лучше получше спасибо у нас все записывается в интернет выставляется вы не против вы знаете давайте вот этот разговор если хотите пока пропустим я потом на виду марафет для интернета нет нет не надо вы хорошие нормально уважает глаза нос рот все на месте стоит и уши зачем вы сами себя стыдитесь то вам не об этом надо думать а как наша душа перед господом предстанет вы согласны чтобы наш разговор был выставлен да пожалуйста все во славу боже назовитесь где вы находитесь и как вас звать величать а то там какие-то буквы одни сейчас я скажу скажите пожалуйста и геннадий а у вас какая цель чтобы это в интернет выставлялась я хотя дала добро но я хочу цель узнать так скажите пожалуйста вы в интернете выставляли когда-нибудь ни разу нет нет поэтому у нас разного у вас 0 а у меня семь тысяч двести пятьдесят роликов или в глазах людей много как глазах людей если он был такой а стал другой глядя на это потому что решать за человека не мы не можем допустим я пишу разные статьи приношу в газету они смотрят и говорит о это не пойдет люди не примут его зачем вы за людей это решаете то а и и мою статью выставляет на всесоюзный конкурс а они начинают решать там наташа полгода работает и она пытается забраковать статью а поняла поняла потому что мы заходим магазин а одно лежит другое одному не надо а другой подошел мне как раз это надо сейчас пошел мне нужен капкан большой на зверя большого потому что нас сильно одолевают они мы строим деревню выйти нельзя а другой ходит говорит а что тут железо всякое лежит а я рад пешком шел тут несколько километров туда вот как и по лекарству так и по травам один ходит ищет редкую траву а другому не это надо ему надо побольше конкретно той которая выводит что-то нехорошее а как вы относитесь к тому когда вопросы задают личного характера личного характера знаете я в пяти университетах одновременно вел занятия и три радиопрограмма и только в одном университете 18 лет а это непростой университет 21000 студентов и у меня не было ни одного вопроса который я не ответил бы если я вижу что он касается спасения ему зачем личный то вопрос но он спросит а как вы обратились к богу вот он я последний раз восемьдесят седьмом году освободился как политзаключенный он спрашивает а как вы там это личный вопрос а другие то не его не касаются я говорю как семьи у вас есть супруга если уж так начисто да это вас не касается зачем вам это нужно то не просто человек верующие которые имеют семью и остается действительно в твердом вере еще и дети еще жена это сложнее чем когда одному уйти во все это головой окунуться это легче правда вы как нашли нас в интернете так как выше сегодня да я сегодня супругом смотрели видеоролик где вы разговаривали там вам позвонил православный человек которому пришли в гости две верующие свидетели иеговы вот и там у вас вот этот вот разговор был вот про имя бога вы говорили ну вот вот это вот мы смотрели и нас заинтересовало что ну хотелось бы с вами пообщаться если вы не против буквально то с чем я хочу обратиться займет 10-15 минут даже могу засечь время чтобы если что чтобы меня не отнесло выше только на один ролик наш да 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 а я вам когда все покажу и вы там увидите с кем я бываю увидите жена как отвечает все вам не надо отвечать будет потому что у меня огромный материал я вам высылаю свои сайты которые дам вы увидите у меня 41 книга выше из печати только которые вы в них найдете все что желаете ответы я поняла так можно я обращусь вообще с зачем я вас нашла все-таки но и слушаю вас пожалуйста да вот значит я послушала что вы знаете я знаю во что верят свидетели и губы знаю во что верят православные приблизительно во что верят мусульмане там субботники аввентисты но вот для меня на сегодняшний день крупный вопрос почему люди которые верят что бог и строится чем они свою веру питают и почему они так в этом уверены вот вам к вам это вопрос объясните почему вы верите что бог троица это вопросы задаете уже не как сторонний человек а как свидетели и губы нет я на сегодняшний день не свидетели и губы вот вам как говорится перед богом говорю но я знаю что мне нравится там да а что там действительно ненужная до которая несет контроль над людьми которая скажем нет ничего в этом правильного но я знаю и хорошие стороны допустим православие но не понимаю тех которые читая годами библию и все таки продолжают верить что бог троица объясните вот вы у я у вас увидела человека такого логически широко мыслящего интересного то есть вы знаете каждому свой ключик я так вас увидела и поэтому если вот вы мне на сейчас ответите на вопрос почему вы верите что бог троица я готова целый час просто слушать давайте хорошо вы возьмете бумагу и карандаш сейчас бумагу сейчас сейчас взяли да давайте так да я спрашиваю только сразу чтобы не нащупать грань что дадам объяснять а что просто вам где-то называть где-то так вы библию имеете да да у вас библия какого издания синодальная синодальная но значит меняем 77 книг а у 66 они 11 книг выбросили в это знали вам такую взять где 77 или 66 конечно 77 православное полно сектанты они урезывают вот я сейчас возьму где 77 да давайте берите берите да сейчас и что там открыть но мы сейчас будем открывать смотреть по порядку вот допустим берем одно место писания сейчас начинает бог творить мир и говорит сотворим по образу нашему вот она которая православная библия вижу сотворим по образу нашему бытие 3 глава пока положите в сторону будете записывать а открывать будете там где нет у вас веры чтобы вы сами убедили что так написано бога 3 глава бытие бытие книга первая книга библии сотворим по образу нашему с большой букву нашему по какому образу по образу отца и сына значит уже отца и сына по крайней мере видим что множественное число нашему а теперь когда господь посылает 28 глава мотфея запишите евангелие от мотфея 28 18 идите идите по всему миру и научить играет крестя их во имя отца и сына и святого духа отлично да даже вот это объясните мне просто да вот как раз ближе к делу до но вот мы увидели три лица объяснять тут еще не надо только верой принимаются мы не объясняющие а верующие а святой дух это личность это личность а как его зовут дух святой так и зовут параклет по гречески до игнати смотрите можно сказать что например бог есть дух правильно есть такой вот такие да а можно сказать что иисус есть бог правильно так и написано а можно сказать что дух святой есть иисус нет нельзя это 3 лицо троица христос 2 лицо троицы а так он не называется нигде зачем мы можем сказать нет если иисус он есть часть троицы которая равна отцу и равна духу святому почему их тогда не приравнять да зачем равнять это другое совсем отец и сын говорит это одно одна семья но отец отдельно сын отдельно это личность личность отдельно и господь говорит господь иисус христос говорит и я горит иду к отцу моему и дальше но дух святой придет это не какая-то сила как еретики говорят там свидетель иегова придет и научит то есть это разумное и научит то есть я иду если не уйду то дух святой не придет это совершенно разное потому его и нельзя на духом святым согласно игнатий у вас вот когда я смотрела ролик ваш вот который сегодня смотрела там по моему вас где-то на стеночке висит висела может и сейчас она у вас висит слово бога живое действенно да конечно так слова она сама по себе разве личность но нет тем не менее она несет нет слова не лично здесь речь идет о слове логос ну разделяет но разделять слово которое мы говорим вслух оглашаем глаз чем она а почему она может производить действия и тем не не будет бога от бога слово божие у библии три названия священное писание святая библия и слово божие и вот слово божие живо и действенно у него сила от бога благодать слово принадлежит богу или где он говорит там принадлежит то есть слово отдельно от бога может производить какие-то изменения до вокруг он говорит слово моё ко мне не возвращается тщетным а вы там не то для чего я послал его вот так слова она сама по себе если в нем нет жизни от бога она ничто правильно обыкновенное слово да вот мы бить и как мы привыкли слова слышите за тебя бросать и господь говорит на это иеремия 15 6 я устал миловать ты отверг слова и я отверг тебя почему послание к римам до этой пророка иеремии он говорит 213 народ мой сделал два зла меня источник воды живой оставили а вы стекли себе водоемы которые не могут держать влаги два зла а что в это а что это имеется ввиду объясните слово в господь вера от слышания а слышание от слова божия это римлянам 10 17 павел говорит да да и гнати стих который вы привели возмущение господа бога что вы меня источник живой воды оставили а для себя высекли водоемы в нем было обвинение бога и недовольство что за источники что за водоема объясните водоемы это мнение людей это предвзятое отношение к какому-то делу это увлечение какими-то философскими учениями а слово божие оставили место библии целой библиотеки в голову затолкали а живое слово даже не знают все согласно по полностью согласно теперь смотрите теперь я отвечаю запишите 1 1 5 7 5 по 7 но 5 глава 7 стих 1 стих 1 5 7 до 5 2 и точно 7 считаем откройте у себя сейчас это нужно открыть 1 а вы интересны 57 читать до считайте слух это вам ответ который вы задали да и хотите я с первого по седьмой лучше нет это не надо время тратить там мы еще о другом будем говорить потом вернемся не богу принадлежит но мы можем с бытие начать и считать сидеть каждый день нам конкретно что он уже и суд вертия путь истины и жизнь и нам нужно только 14 глава 7 стих а с первого стиха нам не надо потому что это другая тема там о другом вы задали написано что три я договорю вот где считайте нам конкретно ответ нужен ладно ибо 3 свидетельствует на небе 2 и точно перечисление идет 2 и точно стоит отец отец слова и святый дух да и три суть едино все вот и троица вот троица святая отец сын и дух святой это один бог три лица я думала что вы шире мыслите а думать не надо надо принимать и веровать христос вверху слышите я так подождите вы вопрос задали поэтому уже выслушиваете говорит господь если он нам сказал да умолкнет всякая тварь и он горит верующих сына божий имеет жизнь вечную они верующие не увидеть жизни но гнев божий пребывает на нем а люди говорят да бог делается я все поняла игнати а почему иисус христос пока не был умершлен и воскрешен дух святый не был сошедший почему почему вы давайте сначала вот этот вопрос закончим 3 свидетельствует на небе вы в это верите конечно 33 пальцы покажите 3 чтобы я видел три пальца 33 повыше поднимите вот три пальца это по порядку отец слова вначале было слово слово было у бога слова было бог евангелия тяна 1 глава 1 стих и святой дух и си и 33 едино как я не против что вы перечисляете 33 как бы фактора но если бог есть строится то есть я так слышала что православные говорят что это как они говорят сейчас подождите и в 3 ипостаси да то есть ипостаси я же скажу как я понимаю якобы они думают подожди вас как звать-то меня маргарита маргарита вы знаете что такое маргарита означает ну приблизительно но примерно скажите жемчужина вот и жемчужиной будь а зачем мне от своих мышц и тошнит вы говорите вопрос вас интересовать должно что на ваш вопрос отвечает бог в духе святом и вот на это только смотри а я думаю я вам ни разу это не сказал и никогда не скажу зачем мне думать когда на письме 3 я так хочу думать как бог говорит бог говорит что например господь иисус который отдал жизнь за все он говорит отец более меня уже когда говорится иисус когда говорится бог троица это подразумевается равен равен правильно а если личность которая была раньше которая была дала жизнь второй личности на так остановить дальше дальше не надо говорить вы забываете что иисус бога человек и здесь он отвечает о человечестве а по божеству безначален он безначален и он равен отцу он ни выше ни ниже а когда говорит отец больше меня это я воплотился сейчас и отягченный человеческой плотью я являюсь причастный начатку человеческому плоти его и поэтому так как пока я облечен этой плотью земною которая смертная плоть поэтому я отвечаю так что отец мой более меня и когда он молится в саду гевсиманском доминует меня ща ша сия это он молится как человек а когда когда будет воля твоя отвечает как бог я поняла я вас поняла есть притчах 30 главе может можно вам прочитать пожалуйста 5 6 стих нет не 5 6 3 4 давайте здесь значит кто восходил на небо и кто не сходил кто собрал ветер и пригод и приготовил у меня кстати со зрением не очень при и кто собрал ветер пригор пригоршни свои кто завязал воду в одежду кто кто поставил все пределы земли какое имя ему и какое имя сыну его знаешь ли да такой вопрос задает вы какую какую книгу считаете притчи 30 глава посмотрите внимательно притчи считаете да да притчи 30 да 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 вопрос в чем вопрос в том когда еще это написано было в еврейских писаниях до до слова агура то есть тогда иисус еще не был как бога человек на земле да правильно да правильно еще не был рожден и не был посланным отцом и здесь идет повествование о том что вот огур слова агура сына и сеева да он говорит знаешь ли того кто в пригоршни собрал каково имя ему и каково сыну его имя то есть две личности то есть получается что вот я вам задала вопрос почему дух святой стали получать только после прихода христа на землю и то после того как он уже прошла пошел воскресший когда примирение наступила пока человек находился во вражденном состоянии к богу отцу а каких дарах могла быть вот когда пришел вы почему не выслушивать это перебиваете вы на полпредложение прерываете выучить они узнали не не знать что то вы хотите учить предложение даже какой по ходу то по ходу еще и нету еще и когда он говорит об этом то в то время они не знали он говорит знаешь ли он вот ответить не знаю вот об этом считаем его 38 глава кто сей поморощающий словами бессмысла бессмысла вот поэтому словами то бессмысла не надо было говорить ты знаешь не знает он не знал а то как рождает ла не знает не знал силу крокодила он спрашивать его поэтому человек стал в тупик да я не знаю а какое имя у хри у бога около 500 имен но когда спросил моисей я явлюсь перед народом а что я отвечу он сказал яхва иегова сущий сущий а у христа только имен у христа я говорю у бога отца около 500 имен так вот смотрите все таки он отдельный отдельная личность от троицы раз у него есть 500 имен а у сына допустим одно имя да нет ни одного вообще имени нету дальше не говорите он горит я есть миссия на виноградная лоза это его имя дальше 14 6 евангелия тяна есть путь истина и жизнь вот еще три имени вот крепкая башня в него убегает у него столько же имен сколько у отца об этом говорит 7 глава 14 сих порока исаи сын ныне родился нам и дальше перечисляет отец вечности он отец вечности скажите игнати если я буду обращаться к богу отцу через христа и просить у отца святой дух я близко к истине или а грешу несколько вы не грешите вы можете говорить неоднократно про это говорится священном писании интересно когда очень наш господь закончил и говорит и всякий просящий говорит о хлебе получит дух святой даст духа святого и поэтому дух святой он очень нежно внимательно слушает и поэтому сегодня когда говорят о миссии у людей никакого понятия об этом нет они думают что если я кому-то христе сказал уже миссионер нет миссия это труд духа святого и что интересно одно из больших чудес в наше время адвентисты седьмого дня они не признавали троицу а иртики а надбописов отпали то елена уайт уильям миллер и вдруг они сейчас принимают учения троицы все приняли полностью истину как есть что три лица святой троицы три ипостаси это пока никому и не я не слышал нигде больше как только у них почему потому что они однократно с ними встречались беседовали с руководством и господь отверстили дверь к уразумению писания а уже одних свидетели его вышли то есть эти еще дальше уж эти даже не христианская секта то ну бог всем судья на самом деле но надо поэтому отходить от церкви если бог судья вы если будете говорить и а я думаю я понимаю вы должны задать вопрос если христос сказал что во все дни до скончания века будет то так как понимает ну допустим ну не вы вы не свидетели его от свидетелей я буду разговаривать с ним то я буду спрашивать скажите вот как вы понимаете первые христиане так понимали ну да так а во втором веке были такие да трети были были но назовите хоть одного никого нету нету обман все на лжи построено а у православных жития святых я их насчитывал 12 томов 1173 жития на каждый век и в одном житии иногда 32 тысячи человек которые были казнены императором деклетианом это за 16 сентября по новому стилю анфим не комедийский вот какие были люди и никто так не понимал если понимали неправильно но тогда и христа не было нигде тогда обманщик было то не христос потому что понимает как еретики сегодня так никто не понимал вот и весь ответ или принимать истину как принимала первоапостольская церковь никакого константина еще не было нет ну возьмем игнати богоносец это дитя которое христос брал и говорил таковых и царство небесное это будущий епископ в антиохии его арестовали отвезли в рим и бросили львам и львы его съели а у него остались послание 6 посланий и мы считаем и видим что такое церковь а почему мы даже смотреть туда потому что бог установил одних поставил апостолами во вторых пророками в третьих учителями у сектантов нет учителей нету они все и отвергли а у нас первый век дальше ирине илеонский киприан карфагенский ян златоуст и так и идут дальше серафим саровский вы сейчас мы сейчас похожи на свидетеля и говы которые только говорят о других вы вопрос задали вы задали я вам отвечаю на ваш вопрос на какой вопрос на вопрос тот как понимать правильно вот вы сказали а я думаю так правильно ли уважаемые гнати а как тогда понимать что написано бог един вот один в трех лицах в трех лицах он что не самодостаточен понимаете как вот вы вопрос задали самодостаточен у вас конце стоит вопрос выслушивайте вот так думал боже на умный умный разумный человек умеет в процессе задали он не самодостаточен теперь я на него отвечаю вам вопрос только по существу и кратко по существу и вам отвечаю а вы уже не командуете как кратко или не кратко бывает тема большая необходимо раскрыть ведь вы задали вопрос который вы не подтвердите ни одним местом библии а я отвечаю и показываю сразу вы на пол предложения прерываете это сектантам свойственно и женщины у них очень дерзкие они не знают что нужно молчать учить не позволяю павел говорит вы разве не слышали это учить не позволяет она научил один раз адама и умерла уже сто миллиардов людей женщин а кому сказал господь женщина горше смерти слушайте женщина горше смерти соломон гореть я нашел горше смерти и учить не позволяю не властвовать над мужем 12 апостолов а господь ни одной женщины не избрал в апостолах еще 70 посылать ни одной женщины нету чего непонятно то жена научиться в безмолвии а если желает научиться дома у мужей спрашивает дома даже не дорога из храма а это они не знают руководство какое-то какое руководство руководство это муж а ты замужем за мужем а за сзади и вот смотрите вы не понимаете самодостаточно слушайте вот это думал так амброси он идет по берегу моря и задумался как это так 3 и 1 как это может быть и видит маленький мальчик раковина черпает воду отбежит ямку вырыл там на берегу и в песок выливает но она в песок-то вода уходит бежит опять черпает из волны набежавшие он постановился и говорит а что ты делаешь он ведь я хочу вот это море выщерпать в эту ямку он вверх да разве можно во первых она пропускает а потом море большое он горит а как ты вздумал необъятного бога вместить человеческий разум он вздрогнул сразу смотрит никого перед ним нету вы берете слова которым смысла ни один человек не может дать бог и святые отцы вывели бог единый в трех ипостасях бог отец бог сын бог дух святой сие три суть едино или ты принимаешь или не принимаешь зачем кощунствовать так по-другому церковь не понимала если понимала неправильно церкви не было врата да не одолеет ее я с вами во все дни до скончания века что христос со лжецами был и они все умерли мужчинически четыреста семьдесят пять тысяч казненных вот дорогие да дорогой на и на кенте едины высок над всей землею как понять я вам ответил сейчас да вы ответили но я вам привожу доводы из писания что господь всевышний едины высок над всей землею он едины есть еще раз грубох един един он один один имеет и титул всемогущие уже говорит о том что ему нет раба и дух святой всемогущий и сын всемогущий и сие три суть едино вы интересно как вот я разговаривал со свидетелями егова у нас они были пути перекрестились были вузах они как вот такое словят за зомбира но ничего не понимает еще не считает он долбит и долбит одно игру ну для тебя так понимали или нет он не может ответить никто так не понимал если так при понимал никто так не понимал то вы то кто то тогда весь путь в церкви никто а ты конечноدي кого не судьи от это о судил весь путь в церкви 20 столетий всех сбросе лучителей как то не судишь. Ты как раз и судишь, а не я. Я не знаю, как вы относитесь к свидетелям Игоря. Вы так часто о них говорите. Наверное, они вам очень нравятся. А вот вы-то говорите о них. Если бы вы с ними не встречались, у вас бы таких мыслей не было. Я это уж хорошо знаю. А я сейчас вам открываю как раз Матфея 20 главу. Иисус Христос говорит, что Дух Отца вашего будет говорить в вас. Сам Отец говорит, от Духа Своего и залью. Понимаете? Нигде не говорится, что Дух Святой сам по себе и злился. Иисус Христос, когда воскрес, Он дунул на учеников и говорит, фу, примите Дух Святой. Понимаете? А приняли его, когда он дунул? Конечно приняли. А теперь чего ждите еще? Ждите, когда сойдет Дух Святой, исполните силу. А чего ждать, когда приняли? Так он, подождите, так он, когда, говорит, изолюция изнутри, если, говорит, вы будете принимать, изнутри потекут воды живой. Это о чем идет речь? Сейчас по порядку. Если он дунул и сказал, примите Духа Святого, вы, говорите, приняли. А далее, говорит, ждите обетованного Духа. И они сидели в Иерусалиме 10... Давайте я открою, открою и не буду голословно. Теперь, что они ждали 10 дней-то? Зачем? Если они уже получили. Так это после воскрешения Он их на них дунул. Ну да, после воскресения сказал, ждите. 1-8, Деяния апостолов, уже Деяния апостолов идут. А вы не подскажете, вы, Иоанна, где это написано, где он дунул на них? Не можете подсказать? Ну, вы откройте, посмотрите, где. А я сейчас немножко не помню. Может, вы подскажете? Ну, 20-ю главу откройте, Иоанна. Иоанна 20-я? Конечно. Он воскресший. Угу. Почитайте. Так, сейчас. А еще такой момент, да, что, как гробу Господню, первая прибежала женщина. Считайте, 22-й стих. Да, сейчас. Во, спасибо большое, да. Да, считайте, во славу Божию. Так, 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 сейчас показал он друг. То есть, он пришел к нему же воскресший, в тот же первый день, это с 19-го читаю, в тот же первый день, недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из-за опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им, мир вам. Сказав это, он показал им руки и ноги, и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично, мир вам, как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Сказав это, дунул и говорит им, примите Духа Святаго, кому простите грехи, тому и так далее, да. То есть, он дунул на них после воскресения, они приняли, да. И он также в параллельном месте, где Матфея, вот ваши стихи, то, что вы говорите, идите, научите крестяй, во имя Отца и Сына, это как раз то и было. Они должны были идти и уже крестить во имя Святого Духа, но, тем не менее, излитие Духа Святого было для того, чтобы другие люди на своем родном языке, это другие овцы, которые, говорит, тоже придут, да. Это как раз имелось в виду язычников из других народов. Он-то был сначала послан к евреям, малое стадо имеется в виду евреи, а вот это вот язычники, которые должны были прийти, как раз во время Пятидесятницы для них открылись эти ворота, чтобы они тоже присоединились. Теперь скажите, я правильно это понимаю или нет? Понимаете, вы место это прочитали сейчас, и вы его уразумеете правильно. Он сказал, дунул и сказал, примите. А уже Деяние апостолов, первая глава, восьмой стих, прочитайте. Да. Если там приняли, они приняли вопрос, закончен, они приняли. А тут, однако, пишет по-другому. 1.8. Деяние апостолов. Открываю, да. Так. Ну, 1.8. А можно с четвертого? Ну, почему вы все раньше берете-то? Время не тратите. Конкретный стих отвечает. Один стих. Зачем раньше брать? Да тут как раз по существу, что мы с вами говорим. Ну, позвольте мне. Вот понимаете, у вас какой характер спорливый. Вы задаете вопрос, вам отвечают. Один стих нужен, остальное не нужно пока. Это к другой теме относится. Восьмой стих, считайте. Нет, нет, Иннокентий, к нашей теме относится. Будьте добры, пожалуйста, ну, будьте помягче, пожалуйста, Иннокентий. Можно? Считайте, как хотите. Сбытия можете начинать считать. Ладно, нет, я не буду сбытия. И собрав их, он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от отца, о чем вы слышали от меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Посему они, сойдя, спрашивали его, говоря, не все ли время, Господи, восстанавливаешь ты Царство Израилю? Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самаре, и даже до края земли. Здорово? Ну, говорите, говорите. Мне хочется, чтобы вы говорились, и тогда могли бы слушать. Пожалуйста. Хорошо. Спасибо большое. Вот. То есть, я, мне Господь открыл, когда я читаю, допустим, Евангелие, когда у меня есть голод, когда мне хочется понимания, когда я что-то уже осмыслила, подумала, размышляла, и у меня потребность что-то еще о чем-то думать, я беру Библию, прошу у Отца, у Иеговы во имя Иисуса Христа через Него, Он примиритель, Он один посредник, прошу у Него Духа Святого, как Господь Иисус научил, благословение на прочитанное и читаю. И тогда то, что прочитаю, оно для меня открывается таким, не просто вот, ну, запись, а живым и действенным. Действительно, я ощущаю, что оно меня укрепляет, то, что я читаю, когда я вот молитвенно, с просьбой о Духе Святом. Почему так? Потому что, я так поняла, что если Библия писалась, вдохновлял их Бог, именно этой силой, чтобы они написали, то эта же сила нужна для понимания. И я вижу действительно, как это вот в жизни, что если просто читаю, оно не то, как любую другую литературу. А когда вот прошу у Отца Дух Святой, чтобы Он благословил, чтобы Он помог на сегодняшний день, насколько я могу своим разумом, своими знаниями познать. И ведь, как говорил Иисус Христос, познайте Бога всем разумом, всей душой, всей крепостью. Вот вы говорите, нельзя Бога познать, тогда зачем говорить всем разумом познать? Бог нам подарил разум, умение мыслить, сопоставлять. И разум, я так понимаю, такая вещь, которая имеет возможность расширяться, как Вселенная. И почему мне захотелось с вами пообщаться? Я увидела вас, человека, не просто верующего, а который желает познавать всё больше и больше. То есть у вас не так, что вот у вас столько вы узнали, вот вам в вашей церкви, в православии вы узнали сколько-то, и всё, и на этом всё. То есть вы хотите и дальше, и дальше, у вас ум познавателя, которая, опять-таки, во славу Божию, и Бог благословляет людей ищущих, потому что Он подарил нам такую способность. Так вот, я думаю, так вся благая весть, которая человеку, живущему в этом мире, где ещё, скажем, правит князь мира сего, вся благая весть заключается в молитве «Отче наш». Там говорится так, что да придёт царствие Твоё, да будет воля Твоя, как на земле, так и на небе, да? И на земле, как на небе. Так вот, когда Господь Иисус пришёл на землю, из слов молитвы видно, что на небе уже был порядок наведён, Он уже там вот всё это исправил, а потом был послан на землю, как Мессия, чтобы научил, рассказал, благовествовал, показал, создал собрание людей, которые дальше бы понесли эту весть и отдал свою жизнь этот вот Мессию выполнил и пошёл к Отцу, по правую руку от него сидит. Вот. И когда Стефан поднял голову, по правую руку он увидел только Христа, а Святой Дух в образе Личности не было его там, понимаете? Поэтому на сегодняшний день Господь мне открыл, что Он есть Един, Высок, и Ему нет равных. Иисус Христос это Его Сын, который выполняет Его волю, хотя у Него отдельная воля есть, но Он добросовестно Сам, желая, выполняет волю Отца. А Дух Святой это сила, в которой мы нуждаемся. Без Духа, без этой силы Божьей мы не сможем сегодня жить по Богу. Понимаете? И поэтому Иисус сказал просить у Отца Дух Святой, Он даст вам. Он говорит, когда поведут вас куда-нибудь, Дух Отца вашего будет вас говорить. Из этих выводов я сделала, что Дух Святой, вот Библия на сегодняшний день, сколько она есть, из нее можно сделать вывод, что Дух Святой это сила, которую дает Господь. Иегова сам кому хочет. Даже Царь Давид говорил, будь Духом твоим на моих устах, да, то есть, чтобы в нас Он был. Когда я в себе это чувствую, Дух Бога, это нельзя ни с чем сравнить, понимаете? А когда Духом падаешь, всякие страхи, сомнения, ну и так далее. Прошу Духа, Дух Святой у Него, и Он мне дает. Понимаете? Иисус Христос даже не сказал «у меня просите» или «у Духа Святого просите». Он сказал «у Отца просите». И вот на сегодняшний день у меня складывается мнение, что все-таки Отец есть Отец, это Бог над всеми, которому нет равных, у которого нет начала, который никто Ему не дал жизнь, Он дал всему жизнь. А в Иоанна, в Евангелии от Иоанна говорится, в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово был Бог. То есть, Иисус Христос является Богом, но Богом, у которого есть начало, понимаете? И поэтому Его уже равнять с Богом, у которого нет начала, нет смысла. Он сам говорит «Отец более меня». Маргарита, пока остановитесь, вы как будто за кафедрой юговистов сидите. Нет, абсолютно нет. Вы на вопрос не ответе, ну давайте хотя бы равное время дайте. Ой, вы слушали внимательно, если бы вы меня остановили, то я бы остановилась. Вы будете до утра говорить, днем-то выспались можно? Ну, я уже собиралась как раз. Вы давно с ними встречаетесь, с свидетелями Югова? Я с ними не встречаюсь, и ничего общего у меня с ними нет. Ну, это то, что вы говорите, это из их книжек, прямо. Ну, зачем неправду говорить это? Это прямо из их литературы. Скажите, пожалуйста, я сейчас что-нибудь говорила не из Библии. Конечно, не из Библии, что Христос имеет Бог начало. У Бога какое начало? Какой это Бог, который имеет начало? Евангелие, Евангелие от Иоанна. Он говорит, в начале было слово, и слово было у Бога, да? Правильно? Какое начало? Неправильно. То есть, это слова, которые надо понять. Вот вы начинаете, я сижу, размышляю, думаю, то есть, для вас церковь не существует. Вы первая на земле, но даже там, где вы находитесь, и там все по-разному понимают. Для меня существует Библия. Понимаете, вы еще так взрываетесь-то? Да нет, нет, я просто говорю. вы по интонации слышите, что я говорю предаточные предложения еще, а вы что-то сразу прерываете-то? Вы говорите, для меня не существует церкви, а я говорю, что для меня существует. Вы зашли что-то узнать, или вам охота распространить эту заразу кому-то дальше? Понимаете, вы сказали, Дух Святой сошел, дунул и сказал, дальше я спрашиваю, а что тогда они ждали, если они получили? Вы не отвечаете. Так они ждали, как раз все должны были собраться, и люди, которые были из других наций, они слышали эту благую весть на своем родном языке. Он им сказал ждать-то, не надо тут людей брать-то, 120 было, вы ждите. А о ком шла речь, когда он говорил, что другое стадо у меня еще есть? А о ком идет речь? Для вас слово «не знаю» незнакомо, вы его не знаете, то есть не знаете и твердо стоите на незнании. Про что? Вы запечатаны сами себя. Понимаете, в этом заключается... Зачем вы меня сейчас обвиняете? Я же вас ни в чем не обвиняю. Нет, вы обвиняете не меня, вы обвиняете всю Христову церковь за двухтысячелетний период. Так как вы баптисты не понимают, так люди ранее не понимают, ни католики, никто не понимает так. То есть это ересь, заблуждение, чисто сатанизм настоящий, от свидетелей у головы подхватили эту заразу. И я думаю, сижу, я думать-то не надо. Это уже обдумано. Это принято. Потому что, если он дальше говорит, вы не стали стих считать один. Какой? А дальше, который вы сказали, впереди начали считать, я думаю, будете вы следующий стих считать или нет? Вы не стали. Какой? Какой? Так вы сказали только седьмой и восьмой, а я вам с четвертого по восьмой. Даша, ты не стали считать-то восьмой. Вот как раз о восьмом речи идёт. Восьмой я прочитала стих. Но давайте ещё раз вернёмся назад. Давайте. Я не делят Иоанна, двадцатая глава. Иоанна? Что мне открыть? Ну, 22 стих. Иоанна, двадцатая глава, двадцатый стих? 22 и 23 стих. Прочитайте. Сейчас, сейчас. Вы его не стали считать-то? Я сейчас прочитаю. Прочитайте, пожалуйста. Я не знаю, почему я не стала читать. Да, пожалуйста. Сказав это, дунул и говорит, примите Духа Святого, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. Дальше вопрос. Кома же один и... Всё, больше не надо. Теперь просто выслушивайте и сразу отвечайте. А разве грехи человек может прощать? Когда говорили, кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Христу это в обвинение поставили, когда он женщине сказал, прощаются тебе грехи, твои блудницы. Ну, именно получив Дух Святой, который от Отца, они имели уже на это право. Ну, зачем тогда что-то ждать? Вы не можете ответить и ни разу не задаете вопрос. То есть у вас как будто бы места в мозгах уже не остаётся. А вы бы спросили, ну, правильно, тут получили, а чего они ждали? То отца не интересуются совершенно. Я повторяю, что за две тысячи лет ни один не понимал, так как вы понимаете. Если все понимали не так, то явно дело, что не может, что один в ногу идёт, а весь в трое не в ногу. Ни католики, ни григорины, ни армяне, ни баптисты, ни адвентисты теперь уже. Никто не понимает, как вы. А вы за людьми идёте? Я за Богом иду. А вы за людьми? Да зачем же за Богом вы идёте-то? Когда Бог нам не нужен, вы только за мыслями своими идёте. Это от гордыни. Я думаю так, я хочу женщины сидеть и думать так. Вы говорите как православные. Гордыня гордыня. Маргарита, слушайте внимательно. Попробуйте послушать. Да. Попробуйте. Вот здесь как раз говорится о том, что Бог дал священству власть прощать грехи, которые еретики не имеют, и они во грехах живут. Вот для этого существует исповедь. Вы на исповеди, видимо, ни разу не были. Отпущения грехов не имеете. Истинного крещения не имеете, раз вы не в церкви. А почему апостол Павел сказал один посредник между Богом и людьми? Мы сейчас не о посредниках говорим. Мы говорим о Боге. А зачем мне кому-то исповедоваться, если я могу отцу исповедоваться? Приходили к Иоанну Крестителю и исповедовали грехи свои. Зачем они исповедовали? Тогда еще потому, что так надо было делать. А сейчас уже по-другому. Ну, ответы. Да не тогда. Человек всегда тот же был. И та же самая власть. Он говорит, кому простите. Иоанну Крестителю не было сказано, кому простите, а уже исповедовались. Кому простите? То есть, пока вы будете ждать, за это время кто-то может умирать. В это время надо его исповедовать. А уже силу Духа Святого, в силе, получите для благовестия, когда Дух Святой сойдет. Вот сегодня у нас на Вещере Троицы. Какое торжество завтра? Какие молитвы считаются? А я думаю, зачем вы себя губите, Маргарита? Поймите, что перед вами сейчас люди, у которых ни посредников нет, баптисты. Баптисты. У них ни икон нет, ни Божьей Матери. И ни один так не понимает, как вы. И каждый молится. Каждый открывает Библию, молится. Дальше. Разве не Господь дает понимание? Вам одной разе Господь дает понимание. Это понимание с первого века уже было. Такого, как вы, не было понимания. Ни у кого нету сегодня. Это только у свидетелей Иеговы. Потому что они даже не христианская секта. Не надо меня со свидетелями путать. Я сейчас с вами разговариваю от Библии. Я не путаю. Я говорю, у них в брошюрках так все написано. Вы еще слово «система» не употребили. У них в брошюрках написано, что верному рабу надо служить. Верному рабу. Так они как раз самые неверные еретики являются. Так я поэтому говорю, оставьте вы их в покое. Бог им судья. А что касается книги «Откровение», первый стих говорит, «Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре». И он показал. Смотрите, Господь Иисус уже пошел на небо, уже у Иеговы, у Отца, и говорит, «Откровение ему дал Отец». Чего же он, если он Бог, ей строится, чего же они, опять-таки, вот эта вот ступенька, да, вот именно власти. Отец дает сыну, Иисус дает ангелу, ангел дает Иоанну. А вы слышали такие слова, как «Вселенские соборы»? Слышала и? И на них собиралось в общей сложности две тысячи епископов. Две тысячи. Зачем? И «Откровение Иоанна» богослова истолковано. И никто его так не понимал, что Отец больше сына. Он речь ведет так, как говорит, «И сын покорится Отцу, и все во всем будет Бог». И однако учения у церкви никогда такого не было. Вам это ноль внимания. Ну, допустим, я не врач, а сейчас буду рассуждать и как онколог, и как костник, и ухо, горло, нос, а сам в руках даже не держал никогда трупа. Я не знаю устройства. Как вы можете рассуждать, когда вообще не знаете ничего этого? Места писания... Вы знаете, у меня в руках слово, да? И если я к этому слову что-то прибавлю, тогда да, я никакой не онколог и не хирург. Я сейчас читаю слово, и я его не толкую. Я его чисто читаю, как оно в чистом виде есть. В книге «Откровение» Иисус говорит, «Победители, напишу имя Бога моего и Бога вашего». Понимаете, у Христа есть Бог. Вот послушайте внимательно, оставьте, вы нас все еще утвердите, это заблуждение свидетелей Иеговы. Вы просто проникнут этим. У вас ни о чем речи нету, только об этом, что Иисуса унизить. Не унижайте его, чтобы он не поразил вас. Слушайте внимательно. Первое послание к Коринфянам, откройте. Я его унижаю. В чем я его унижаю? Первое послание к Коринфянам, 12 глава. Первое к Коринфянам, 12 глава. Первое к Коринфянам, 12 глава. А в чем я унизила Иисуса? Первое к Коринфянам, 12 глава. Смотрите, что Бог вас не поразил, не отнял разум. Первое к Коринфянам, 12 глава. Так, 12? 12 глава, 28 стих. Сейчас. Пожалуйста, считайте. Иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами. Так, остановимся. Подождите минутку. Кого вы знаете из апостолов? Чтобы нам не ошибиться. Сколько апостолов было по количеству? Двенадцать избрал. И все больше не было? Ну, потом были, но на двенадцати было построено учение. Еще каких вы знаете? Сколько он поставил? Не знаю других. Семьдесят. Семьдесят. Избрал семьдесят и послал по двое. А потом избрал еще апостола Павла. И вот считайте сколько? Семьдесят до двенадцать. Восемьдесят два и Павел три. Восемьдесят три апостола. Вот других апостолов больше не было. Во-вторых, считаем дальше. Во-вторых, кого избрал? Поставил? Пророками. Кого вы знаете из пророков? Бог поставил? Не знаю. На первом месте он выставляет апостолов. Во-вторых, пророков. Называйте их. Не знаю. Ну, вы сами себя назовете. Вы же пытаетесь пророчествовать? Я не пророчествую. Я библию. Вы пророчествуете прямо против Христа. Я буду вслух оскучиваю. Я не пророчествую. Это ересь. Ария называется. Она проклята, предана анафеме. Об этом говорится Галатам 1, 8, 9. Скажите, а вы судье? Нет, пророков. Вы ни одного не можете назвать. Ни одного не можете назвать. Как это так? Как же вы изучаете? Молитесь? А что, я грешу этим? Страшно грешите. Самомнением. Гордыней дьявольской. О себе возомнило. Я молюсь, и вам Бог отвечает. Откуда вы решили, что вам не сатана отвечает? А с чего вы решили, что Бог? Да, люди молятся все. И мусульмане молятся, и буддисты. Сейчас вас Дух Святый говорит, скажите. Это Дух Святой побуждает вас задуматься. Святые отцы так и отвечали. Дальше. По порядку. Во-вторых, пророками. Называйте кого? Кстати, а почему вы так из себя вышли? Что я такое сделала? Так, подождите. Во-вторых, пророками. Почему не отвечаете? Я читаю. В-третьих, учителями. Ну, называйте учителей. Пророков не знаете. Учителей называйте. Кого он поставил? Один учитель, Иисус Христос. Больше никого, говорит, не называйте учителями. Ну, вы апостолов уже просчитали. Чисто сектантские пораженные мозги. Ну, впереди, говорит, во-первых, апостолы, а в-третьих, опять на первое. Ну, вы сами-то рассудите, женщины. Скажите, Иннокентий, а кто вам дал право меня сейчас вот так вот... Я сейчас вам говорю по вашим словам. По вашим словам. Я не Иннокентий, а Игнатий. Вы уже забыли, как меня звать. Я вас не называю Мария, а называю Маргаритой. Я Игнатий. А как я вас называла? Пожалуйста, в-третьих учителями, назовите, кто? Это не апостолы, не пророки. Я не знаю, кроме Иисуса Христа, никакого учителя. Я говорю... Но говорится, что поставил, Бог поставил. Вы с Богом спорите? Это вы еще с ума сошли, что ли? Зачем вы так поступаете дерзко? У вас, по-моему, сейчас давление поднимется, вы немножко отдышитесь. 28 стих, говорит, Бог поставил в церкви. В церкви. Он в сектах не ставил. Во-первых, апостолами. Во-вторых, пророками, не знаете. В-третьих учителями. Кого называйте? Не знаю. Я вам называю учителя церкви. Он в церкви поставил. В церкви, а не в секте. Он в ересе не ставил. Слушайте, что вы меня называете сектой? Так, послушайте внимательно. В-третьих в церкви. И в церкви поставил, я вам называл впереди. Какие? Игнатий Богоносец. Это мученики. Ириней Леонский. Поликарм Смирский. Это все казненные за Христа. Это первые века. Иоанн Златоус, Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Нистки, Киприан Карпагенский, Амбросий Медиаланский. Вы ни одного не знаете. А они в церкви были. И все уже истолковано. Мне достаточно то, что в Библии написано. Недостаточно? Иначе бы он не поставил учителями. Мне достаточно Библии. Хорошо. Вы почему с Богом спорите-то? Вы сейчас не со мной спорите. Иных Бог поставил. А мне достаточно? Вы что, совсем... Когда он это писал, еще всей Библии не было. А сейчас она вся есть. Иных Бог поставил. Вы с кем разговариваете-то? Вы не со мной говорите-то? А мне достаточно. Вы с Богом привыкли спорить-то. Дерзость ваша не знает границ. Поставил учителями. Учителями поставил для чего, чтобы мы слушали их. Маргарита. Поставил учителями для того, чтобы мы слушали их. А не то, что я их не знаю. Хорошо. И думайте нормально. Не всякому вдохновленному высказыванию верьте. Но это Павел говорил, этому не верить? До чего договорились-то? Значит, надо проверять. Надо проверять. Еще раз. Да как вы проверять, когда вы ни одного не знаете? Кого можете проверить? Так Библии достаточно, чтобы проверить, тот или иной Святой Отец действительно ли был от Бога. Понимаете? Библия... Вы проверьте. Вы проверьте. А как вы будете проверять, когда вы их не признаете? Так подождите. С чего вы взяли, что я их не признаю? Я говорю, я их не знаю. Не знаешь. Давайте. Эфесянам 4, 11, 13. Пожалуйста, откройте. Эфесянам 4 глава 11, 13 стих. Только с учетом, что вы сейчас успокоитесь. Эфесянам 4 глава. За вас. Эфесянам. У вас хорошая Библия в руках. Эфесянам 4 глава 11, 13 стих. Считайте. Сейчас, подождите, я найду. Сейчас. Пока я ищу, я мысль скажу. Нет, вы не говорите. Сначала найдите, просчитайте. Что от вас так это тревожит? Это говорить надо. Вам не надо говорить, надо молчать. Потому что говорите много несоответственного Слову Божию. По незнанию, по женской слабости своего ума. Понимаете, женщина слабая, ей надо только слушаться. Считайте. Эфесянам 4, 11. Эфесянам 4, 11. Если вы так... Я читаю, вы дайте мне сказать. Не надо сказать. Остановитесь. Остановитесь. Вам не надо говорить. Он просто раздирает вас сейчас. Эфесянам 4, 11. Остановитесь. А то в обморок упадете. Держитесь. 4, 11. Эфесянам. И он поставил одних апостолами. Подождите, по порядку. Кто он? Иисус Христос. Впереди мы просчитали 28 стих. И иных Бог поставил. Дальше. Поставил апостолами. И там написано, во-первых, апостолами сходится. Сходится. Дальше. Это он говорит язычникам, которые в церкви. Чтобы они это знали. Других кем? Пророками. А здесь во-вторых, пророками. В-третьих, иных поставил кем? Иных евангелистами. А кого вы знаете? Сколько евангелистов? 4. 4. А было сколько? Кто назывался? Евангелие-то было не 4, а 20. Почему вы решили понимать 4? Почему вы 4? В Библии 4. В Библии 4. А откуда кто вам сказал, что 4, когда их было 20? В Библии 4. Но кто это сделал, что отобрал, тебе не нужно и выбросил? Кто это сделал? Все в руках Божьих. То есть не знаете. Вы не умеете сознаваться, чтобы открылся путь к знанию. Признание вне знания открывает путь к знанию. Так вот, смотрите, об этом пишет профессор Марсенковский. Очень подробно. Когда взяли это Евангелие Басилиска, Евангелие Евреев, Фомы, Иуды там, положили на престоле. Помолились и заперли алтарь. Утром пришли 4 евангелиста, лежат, остальные валяются на полу. Вот как узнали. То есть церковь Христова первых веков, православная. А она дала это. Православная церковь это дала нам 4 евангелия. И вы хорошо делаете, что не признаете другие евангелия. Во-вторых, кто перевел на русский язык с еврейского? Не знаю. 4 духовные академии переводили. Главное, это главный переводчик. Это Павский. Дай Бог им здоровья. Герасим Петрович. Хвольцин Давид Аврамович. Таких переводчиков нету. Переведено на 1896 наций. Евангелие отдельно. Но русский перевод самый лучший в мире. Самый высококачественный. И поэтому мы должны за него держаться. И в-третьих написано, что иных поставил пастырями или учителями. Не пасторами. Таких нету пастырями. Никого не ставил. И учителями. Смотри, учителями. И там учителями. Вы говорите, а я не знаю. Вы для того и вышли сегодня на меня, чтобы узнать. И я вам говорю, слушай, дорогая Маргарита. Вы откройте блаженного феофилакта на моем сайте, когда я дам. И там дается толкование на весь Новый Завет. Это мое издание. Вы увидите тогда, какая красота. Толкование откровения по всем святым отцам. Вы все это найдете. Я вам скину этот материал прямо под этим. Вы не огорчайте, что я вам сказал. Потому что вас заносит далеко. Вас надо останавливать. Видите, как у нас женщины сидят. Вот мы беседуем. Мужчины. Они могут сидеть час, два и ни одно слово не скажет. Почему это смирение? Ей прилично так. Иных поставил учителями. Бог поставил. Бог. А я их отвергаю. Разве это понравится? Вот я, допустим, солдат. Надо мной поставленный сержант. А его генерал поставил. А я генерала не признаю. Ну, Бог поставил. Поэтому православие, православие, это самый чистый источник. Водоем. А высекли себе водоем и разбитое, это разум свой треснутый. Ничего не может держать. Греховный. Вот эти водоемы, это выбросьте их. Обратитесь в православной церкви. И там вы найдете все толкование, чистота, порядок. Вот сатана всем обладает. Он подошел к Антонию и говорит, а чего мне не хватает? Он говорит, поститься надо. Он говорит, ты сколько? Он говорит, один раз в три недели. Он говорит, а я совсем не ем миллионы лет. Он говорит, спать. Он говорит, один час сплю. А я вообще не сплю. А чего же мне не хватает? Он говорит, смирения. А сатана аж пылью зашелся. Говорит, терпеть не могу это слово. Вот смирение. Вы просите у Бога смиренно, как женщине подобает повиноваться учителям церкви. Учителей Бог поставил. А вы доверились своему скудному разуму, женскому, испорченному. Учить жене не позволяю, Павел говорит. Не семьдесят учеников пошли нигде. Не было женщины ни одной. Ни одной. Да разве это ни о чем не говорит? Они имением служили. Все. И отдельно, чтобы, ну, было ли, что просветительница Грузии Нина, это было, но в апостолы не поставил. А во главе всех, во-первых, апостолами. Пророчица может быть, но апостолам нету. И вот вы расслышали это. И спросите, а где это написано? Я вам сейчас, как кончим разговаривать, я скину этот материал. Там увидите мои книги, и называется Новый Завет. И вы только ткнете мне, он откроется сразу. Все до одного слова истолкованы святыми учителями церкви, которых Бог поставил с первого века. На сегодня, наверное, хватит нам? Кому? Вам? Ну, все, пока. А то у нас завтра богослужение начинается рано. У нас завтра торжественное будет богослужение. Ассошествие Духа Святого. А как вас зовут, простите? Игнатий Тихонович. Игнатий. Да, Игнатий, извините, что я вас иногда Иннокентий называла. Извините, правда. Ничего, это не имеет значения. Как говорится, хоть горшком назови, только в печень толкай. Да. Игнатий, вот что касается... Вот я... Если вы вот это все, вот то, что общались, то, что, может быть, вас где-то задело, может быть, вам неудобно, что в Ютубе вас так увидят, знаете, не обращайте на это внимание. Самое главное, чтобы сердце было доброе перед Богом. А я, человек, тупо смиряться не хочу, а насколько мне по Библии покажут, настолько смирюсь. А писания человеческие, которые те или иные писали, имеют место быть. Я их могу прочитать, но перед ними смиряться я не буду, потому что для меня основным... Маргарита, кроме ада вам еще не светит впереди. Святые зашли тем путем, который Бог поставил. А я буду на своем. И Завель делала по-своему. Это Ирдиада делала по-своему. Ну и что? Что они получили? Они погибли все. Я словам Иисуса Христа внимаю. Да вы их не понимаете, слова Христа, вот в этом речи все. Отец, освети их истиной. Слово твое есть истина. Но вы почему не понимаете, что сегодня на земле люди начинают... Какой конфессии, динаминации? Нет этих слов. Это слово ересь сатана прикрыл. Двумя словами прикрыл. И сегодня на земле 21 тысяча разных ересей. А при чем тут я? 21 тысяча. И везде женщины есть. И все считают по-своему, понимают. Ладно, вы захотите еще со мной общаться? Ну, сейчас нет. Теперь уже мы уезжаем. Я же с детьми занимаюсь. Я вам скину. Я уже уезжаю в деревню. До 10 октября меня не будет. А вы в Москве живете? Нет, в Барнауле, Алтайский край. А в Москве я был. Мы проезжали... Миссионерская поездка была. У меня вышло из печати 38 книг больших. Я дарил во всей библиотеке. Мы дошли до Владивостока, прошли Турцию, 6 мусульманских республик, дошли до Лиссабона, прошли страны Европы, Скандинавию и Прибалтику. И всюду и везде я дарил свои книги, которые открывают путь к Богу. У которых особая сила Богом дана, на святых отцах построена. Это книжки немаленькие, по 752 страницы каждая книга. Ну дай вам Бог здоровья. Я вам сейчас скину, и вы будете иметь в руках у себя. Но Новый Завет, в первую очередь, почитайте. Только смиренно подойдите, скажи, Господи, я слабая женщина. Я хочу, чтобы мне не заблудиться, чтобы мне спасти душу свою. Если вы не исповедуетесь, не причащаетесь, то есть вы в церкви не бываете. Вне церкви спасения нет, Маргарита, дорогая. Нету. Это ересь. Вам нужно прийти в церковь, исповедоваться хотя бы раз. А дальше Господь поведет сам. А если у меня грехов нет? Ну это дьявольское обольщение. Написано, все согрешили. Нет, подождите, подождите. Если у меня нет греха, зачем не исповедоваться? Нет праведного, нет ни одного. Считайте, 13-й Псалом и 52-й. И Иоанн говорит, если говорим, не согрешаем, то мы лжем. И Иаков об этом говорит. А если я не согрешаю? Чисто там, где не ссорят. Всех благ вам. Всего хорошего. С Богом. Спасибо. Слава Иисусу Христу. Да сохранит вас Господь. Спасибо большое. Слава Богу.